Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 января и у некоторых уже приближается время посевов. Вот сезон 2019 буквально на следующей неделе многие начнут. И я в том числе буду сеять самые-самые толстые крупноплодные перцы с длительным вегетационным периодом, чтобы у меня в сибирском регионе покушать их именно в биологической спелости, красной, оранжевой, а не в технической. И всё чаще и чаще вот в это время звучат вопросы, чем же протравить семена перед посевом. Конечно, самый распространённый, самый простой и самый знакомый препарат для протравливания грунта и семян у нас фитоспорин. Я специально буду сейчас снимать целый ряд видеороликов про него. Вот про разновидности первой, второй, как разводить правильно фитоспорин, как получать маточный раствор. И потом, как готовить рабочий раствор, чем он отличается от маточного. И буду вам напоминать, что для каждой культуры и для каждой процедуры рабочий раствор у нас разный. Если маточный у нас будет один у всех одинаковый. Но начнём всё по порядку. Вот фитоспорин. Многие знают, что это биофунгицид. То есть он предназначен для уничтожения вот этих паразитирующих грибов и бактерий, которые вызывают у нас заболевания наших томатов, наших перцев. И в отличие от химических фунгицидов, я вам уже называла, это может быть вот медный купорос. Не буду всё перечислять, сейчас не о них. Этот препарат практически не опасен для человека и нашей вот окружающей среды. То есть, применяя его у себя на участке, вы можете смело сказать, что у меня я выращиваю экологически чистые овощи. Всё. Вы его можете применять. И вот мы начинаем его от семян. Ну, короче, он применяется в любой фазе вегетативного развития растений. И для дезинфекции посевного материала. И потом рассаду можно опрыскивать по листу. Можно поливать грунт. Ещё даже до семян мы можем обрабатывать этим же, ну, вот фитоспорином и грунт. Он у нас универсальный. Вот тут так и написано универсальный. Что это значит? Это значит, пожалуйста, и растения, и грунт, и всё. Ну, чтобы немножко вы побольше знали о фитоспорине, я вам скажу, что это фитоспорин фунгицид системного действия. И его компонентом являются именно живые вот эти почвенные бактерии, а именно сенная палочка. Мы не будем дальше углубляться, потому что это нам не обязательно. Вы просто знаете, что вот споры, которые содержатся в этом препарате, они попадают внутрь наших растений и подавляют размножение вот этих всех патогенных грибов. Грибов там у нас очень много. Мы говорим только о фитоспоре обычно, о фитофторе. Но их очень-очень большой ряд вот этих вот вредителей, которых она уничтожает. И что самое главное, что вы должны знать, что вот эти вот споры сенной палочки, они очень устойчивы. Они устойчивы к повышенным температурам, к пониженным температурам, к недостатку влаги. И поэтому вот эта полезная флора, она размножается быстро, происходит. И обработку можно проводить в любое время. И в холодную погоду, и в жару это не влияет. Потому что некоторые препараты, вот когда вы читаете, наверное, особенно для обработки от вредителей, там написано, что только выше 12 градусов тепла. Ниже обрабатывать не стоит. Вот фитоспореном можно обрабатывать в любых условиях. И еще он может храниться даже при минусовых температурах. Эти споры не погибают. При размораживании он снова свои качества. Они, ну короче, не портятся. Поэтому это вот самое главное, что его много хранить. Можно хранить очень-очень долго. Но вот сейчас уже, вот видите, написано, я вам уже показывала, что тут написано, что фитоспорен уже идет с добавкой эликсироплодородия гуми. То есть уже два в одном. Он и с вредными вот этими спорами борется, и повышает плодородие нашей почвы. Но он выпускается разных-разных видов. И тут главное новичкам не запутаться и не применить один вид вместо другого, а то вы пронадеетесь на него, а окажется, что он у вас не сработает. Чаще всего у нас идет вот этот универсальный. Есть там различные отдельно для цветов. Я не буду вот это вот удлинять. Есть отдельно для цветов, есть отдельно для хранения, там обрабатывать перед хранением. Мы сейчас будем говорить, раз у нас мы накануне посевной, мы будем говорить именно вот о таком. Но вы должны знать, что есть марка фитоспорена реаниматор, которая и искореняет вот эти споры, и еще регенерирующим свойством обладает. Есть разные. Если вам нужно, вы зайдете в интернете, там полнейшая информация, все вы это посмотрите. Сейчас я хочу сказать, самое главное достоинство, из-за которого мы все так полюбили фитоспорен. Он стал у нас, ну как можно сказать, что на каждом участке применяется фитоспорен. Это длительный срок хранения. Его можно хранить 4 года. Если вы, например, купили вот 2 таких пачки, одну использовали, а вторую нет, на следующий сезон вы можете не докупать, а этот же использует. Еще из-за чего мы его полюбили, потому что он разный. Вот смотрите, он выпускается в виде вот такой пасты, пастообразная. Потом есть жидкий субстракт, есть порошкообразный, порошкообразный. И вот тут таится самая вот такая вот наша ловушка, капкан, в которую может попасть новичок. Порошкообразный. И вот такой пастообразный. Он совершенно разный, и вы можете легко ошибиться. Вот смотрите, если здесь, я вот даже желтым отметила, читайте, если здесь написано, что разведенный препарат можно использовать в течение всего сезона, и нет срока ожидания, продукцию, которую вы обработаете, даже там опрыскаете, можно употребить в пищу в этот же день, в день обработки, то на порошкообразном. Но я вам хотела не про период ожидания, а про то, что он весь сезон. Вот сейчас мы приготовим маточный раствор, и все лето будем им пользоваться. А вот этот вот порошок, ну жаль, что производитель, видите, пишет, как вот тут прям чуть-чуть, маленькая-маленькая такая запись, я тоже желтым вам потерла, чтобы вы видели, написано, препарат разводить за 1-2 часа до обработки, и этот нужно употреблять только в свежем виде, мы его не храним, то есть мы будем готовить каждый раз новый. Но тут тоже нет срока ожидания, можно употреблять в пищу в день обработки, но чем он отличается, этот вы можете развести сразу на весь сезон, а этот вам придется разводить каждый раз новую партию, новую дозу. И вот поэтому мой совет, если вы хотите, ну не хотите заморачиваться каждый раз с разведением, там, и смотреть, успею я или не успею обработать, закончатся эти 2 часа или нет, то лучше применять вот такую, конечно, пасту. Хоть он плохо растворяется, я вот в следующем видео буду показывать, как я развожу, но вы только первый раз с ним помучаетесь, что вот он и липнет, и мажется, плохо растворяется, но потом эту бутылку вы сделаете, можно сделать даже сразу 2 дозы на весь сезон, вы потом будете ложечкой добавлять, хотите в капельный полив, хотите там в леечку рассаду поливать, хотите в опрыскиватель, у вас уже не будет потом проблем с разведением. И еще порошок, я считаю, вот чем минус порошка, можно назвать его такой, что он плохо растворяется, вот в сравнении с этими, с жидкообразными, с пастообразными, ему требуется предварительное смачивание, замачивание. И, конечно, если вы будете растворять небольшими дозами, не всю пачку сразу, вот, например, сейчас для замачивания семян, вам же не надо будет всю пачку, то очень сложно отмерять. Хотя здесь написано, что 1 чайная ложка 3 грамма, тут вот есть 3 грамма, есть 1,5 грамма, вот, ну 1,5 грамма, конечно, сложно отмерить, но все-таки мы научились, всякой ложку чайную берем, потом на 2 части разделяем, но все равно это намного сложнее, чем вот растворить один раз и все. Конечно, вот такой вот растворяется, растворяется жидкий, он быстро его сейчас спущу в бутылку, вот так вот, ну как, поболтаю, и он растворится. Но когда мы разведем вот эту пасту, например, и будет у нас маточный раствор, его уже замораживать нельзя. Это вот вы не путайте про замораживание, я говорила, что если он не разведенный, вы его заморозили, зиму похоронили, возможно, даже на складах, он при минусовой температуре хранится, если мы сделаем маточный раствор и воду туда добавим, у нас наши споры уже оживут, потом уже замораживать нельзя, они, конечно, скорее всего, больше всего их погибнет. Ну и сейчас расскажу вам для общего кругозора, что фитоспорин, он у нас, какие болезни может помочь нам? Мы вот знаем только фитофтору, но он еще все виды корневых гнилей хорошо работает с ними, потом и вот мучнистая роса, бактериальный рак, вот это какая-то фузариозная, что ли, гниль, очень много болезней, при которых он может помочь. И если вы начнете с профилактики, то есть сразу обрабатывать почву, обрабатывать семена, при высадке в лунку поливать, то вот уже первая часть вопроса, чем бороться с фитофторой, у вас отпадает, применяя в профилактических целях вот такие вот средства, у вас уже будет меньше шансов у растений заболеть. Ну и, конечно, преимущество тут налицо. Химические фунгициды у нас не применяются в период плодоношения, и даже редко мы на фазе формирования завязи уже боимся применять, потому что мы боимся, что наши помидоры или наши перцы впитают вот это вот все, и потом мы будем кушать. С этим препаратом вы можете не бояться, использовать можно, ну в любой ситуации, хоть взрослые растения, хоть только высадили, даже уже когда она полностью спелая, но вы хотите сделать обработку опрыскивания или полить, пожалуйста, в этот же день, когда вы обработали, можно кушать фрукты, можно кушать овощи, ну все, что вы опрыскали, не важно. Потом еще на что нужно обратить внимание, что этот вот препарат, он чем удобен, что он переносит высокие температуры, да, его можно и при 30 градусах использовать все, но он очень боится солнечного света, это мы должны все знать и зарубить себе на носу, что хранить, вот мы сейчас делаем маточный раствор, обязательно в темном месте, или в каком-то шкафчике, или в сарае, где у вас не поступает солнечный свет, если вы в огороде будете оставлять, на солнце его бросать, ну не бросать просто, поработали, поставили в теплице, рядом с теплицей, жару он не боится, он боится солнца, на солнце все эти крошки, споры, полезные наши сенные палочки, они погибнут, и потом вы будете думать, что вы обработку делаете, что вы опрыскиваете, что вы поливаете, а на самом деле будет ноль, вы ничего не будете делать, вы просто будете затрачивать свой труд, поэтому я еще раз вот всем наличкам говорю, перед тем, как применять препарат, каким бы простым он ни был, вы внимательно читайте инструкцию, но к сожалению, вот здесь на нашей инструкции к пачкам, производитель всего этого не пишет, тут нет по-моему даже про солнце, нет про то, что разведенный препарат нельзя при морозе уже хранить, осенью, если у вас остался препарат, разведите, полейте лучше землю в теплице, пусть он меньше, хоть он и не очень пользы принесет, но на следующий год он не должен у вас оставаться, и поэтому даже если нет на пачке этой информации, если вы хотите хороший результат получить, ну зайдите в интернет, прочитайте все подробно, 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 вот как я вам сейчас рассказала, и про минсовые, плюсовые температуры, и про солнце, и про все, и поэтому, исходя вот из того, что он очень боится солнца, то из этого делаем вывод, что опрыскивание, если вы опрыскиваете по листу, то лучше выполнять или вечером, или в пасмурную погоду, но чтобы не получилось так, что мы вышли, солнечная погода, яркая, жара, как я сказала, жары он не боится, вы сделали опрыскивание, или что-то там где-то полили, грунт прикорневой, солнце вышло всех, убило вот этих бактерий наших полезных, и все, опять же, все пустая трата времени, если мы посмотрим инструкцию, не эту, а более подробную, которую выдается у нас производителям в сети интернет, там написано, что он не только, у нас узкое представление о некоторых, о фитоспорине, мы обычно или семена протравливаем, или там грунт протравливаем, и все, на этом обычно, а, ну и в лунки при высадке добавляем, но у него спектр намного шире, да, конечно, и подготовка посадочного материала, указано, что избавляет нас от заболеваний, он может еще применяться в компостных кучах, улучшает структуру свойства почвы, то есть, летом вы можете производить полив, тем более, он вот обогащенный вот этим гуми, и вот эти вот полезные споры, микроорганизмы, они будут работать не только вот весной, некоторые, я и сама так иногда делаю, разведу эту маточную бутылку смеси, все высажу, полью в лунки, потом я про него, про фитоспорин забываю, он у меня валяется в углу, там, в предбаннике, все лето, осенью посмотрю, полбутылки целы, но куда его девать, все уже упущено, старайтесь или наливать в землю, или прескать по листу, все это вам, если вы уж развели вот эту бутылку, вы должны за сезон всю ее истратить, но соблюдая вот эти условия, что не надо его на солнце держать, и не надо обрабатывать солнечные дни, я не буду говорить про компост, и так уже время много, что он там улучшает качество, ускоряет все это, остановимся на том, сейчас вот начинаются сезоны наши посевные, вот я буду скоро сеять перец, все спрашивают, чем обрабатываете от болезней, чем замачиваете, вот первый свой посев перцы, я буду держать в растворе фитоспорина, сейчас разведу, покажу вам как, потом после этого раствора, я буду их, положу их набухать, замачивать в питательном растворе эпина, то есть первая моя посадка будет самая простейшая, то же самое, что делают все другие, вот что есть в наличии, тем и буду, обработаю фитоспорином и эпином, и все вам покажу, и для новичков, это самый идеальный вариант, не какие-то там заумные препараты, ничего не нужно готовить, вот сейчас развели, единственное, что я вам скажу, что потом, когда будете пользоваться вот этим вот фитоспорином, что расход маточного раствора, что для приготовления рабочего, он всегда разный, если мы замачиваем, например, эти семена, мы берем одну дозировку, а когда мы будем при посадке, или при поливе, или, например, для обработки томатов, мы берем одну дозировку, для обработки картофеля другую, это тоже нужно читать, это нужно изучать, лучше всего, если вы хотите начать этот год, и успешно его закончить, сделать таблицу, где написано дозировки, например, семена замачивала таким-то, рассаду поливала таким-то, на будущий год, у вас уже не будет этой головной боли, не будете ни у кого спрашивать, откройте свою же тетрадь, вот этот журнал огородника, посмотрите свои записи, и сделайте на будущий год точно так же, ладно, время много, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это очень подробно о фитоспоринах, какой все-таки выбрать, вот который долго разводить, но потом весь сезон без проблем, или вот порошочек, который разовые дозы, или вот который побыстрее, читайте, слушайте информацию, вот эту всю переваривайте, и выбирайте сами, выбор, конечно, только за вами, я сейчас покажу в следующем, как я развожу, и посмотрите, может быть, какой-то способ для вас не подходит, до свидания.